За то, что вы оторвали себя от семьи, от своих кондонентных задач, от своих мега-целей, для того, чтобы уйти сюда, посмотреть на себя, на друг друга, познакомиться с помощью игр. Большое вам спасибо за это. Я этим занимаюсь с 2010 года и, так сказать, в рамках, да, допустим, специально для рекламы, ни капли не жалея о том, что я завязался в играх и занимаюсь именно играми. Потому что игры помогают встречаться, знакомиться, говорить с другом на интересные темы. И если раньше, в советское время, на кухне можно было обсудить все, то сейчас это можно делать чуть качественнее. Я очень рад, что, во-первых, в последний раз я был еще не в Екатеринбурге, я был в Саратовске. Было давно еще в советское время, поэтому через годы очень приятно вернуться в этот год. У меня здесь родственники живут, ближе к Хюменью. Поэтому мне дважды приятно здесь находиться. Что касается игр, да, небольшой такой экскурс. В 90-е годы, после появления компьютерных игр, мир рванулся в сторону таких, пострелялок, смотрелок и так далее. И выросло целое поколение, которое не умеет общаться, не умеет говорить, не знаю, на важные темы. И вот то направление, которое мы сейчас делаем совместно, это игры на разные темы. Хоть бизнес, хоть личностное развитие, хоть игры для знакомств и так далее. Это все возможность поговорить с друг другом и возможность, не знаю, сделать что-то совместно. Поэтому добро пожаловать на фестиваль. Я бы хотел отдельно поблагодарить Центр бизнес-образования, который будет нашим партнером здесь, будет представлять и мои игры, и многие другие. Потому что это первый фестиваль здесь. Я думаю, что ты уже станешь таким центром игропродвижения именно на Урале. Ну вот. Добро пожаловать! Следующим я передам трюбочку. Трубочку передам. Или не передам. Брыки превращаются. Кому ты передам? Мастер-класс? Уже пора. В смысле, уже можно разгонять людей к играм? Или еще что-то? А, самое интересное. Хорошо. Прекрасно, прекрасно. Ну так. Тогда... Итак, начинается мастер-класс. Самый свежий обзор современных игровых методик. Как за одну игру получить... Прекрасно. И ценностью на 30 миллионов рублей. Небольшая теоретическая часть. Тема раскрывается впервые. История следующая. И глаголом. Существует такая вещь, как посиделки. С другой стороны, существует вещь, как тренинг. И в этом отношении посиделки, это что-то такое личное, бесцельное, но приятное. А тренинги, это такое очень полезное, но иногда не всем приятное, поскольку чаще всего это происходит с подпалки. Очень неприятно себя чувствовать человеком, которого загоняет на тренинг к продажам, а ты в этом провел, не знаю, лет 10-15, рядышком у тебя 10 новичков, и новый тренер рассказывает все для новичков. Сидишь, смотришь, и думаешь, мне это зачем-то. Как бы, типа, есть ли какие-то инструменты, в которые я мог бы прокачаться или пообщаться с людьми своего уровня, класса, или поставить перед собой более интересную задачу, чем просто обрели. Именно так потихонечку появились игры. Это нечто, совмещающее возможность отдыха, а с другой стороны, возможность естественной атмосфере и форме прокачать какие-то свои навыки. Ну, если стоит задача прокачать. На сегодняшний день существует несколько видов игр. Начнем с первой части. Это игры обучающие. То есть у нас есть знания, навыки и умения, и в этом отношении мы можем сесть и чему-то научиться. Это такие базовые вещи. Это всякие разные игры по продажам или, например, ну, не знаю, в общем, игры для школьников по школьной программе, где они ходят, изучают химию, физику и так далее. Это обучающая часть. Она нужна всем эспортным. Вторая часть – это адаптационные игры. Например, если человек переходит в другой город или в другой район, ему нужно в течение короткого времени обустроиться в этом месте. И это задача адаптации. То есть представим себе человека, который приходит на работу в новую компанию, рассказывается перед ним игра и показывается, например, где, как ходят документы, где сидит свой начальник, где сидит собрый секретарь и так далее, и так далее. И таким образом в течение короткого времени у человека появляется общая картина с пониманием, как работает та или иная эта компания, не знаю, какие есть там 10 филиалов и так далее. Или, например, как происходит общение с клиентами. Что в какой момент мы его ловим, то есть это не продажа. Это как раз вот мы его встречаем, идем его сюда, здесь не происходит это, потом сервисное обслуживание и так далее. Это адаптационные игры. Следующая часть очень любопытная, которая появилась в 20-20-го года, это, скажем так, психологические игры, которые выросли из психологии. Это очень любопытная всякие родные кисточная терапия, это всякие фигурки и так далее. Это очень любопытное направление, которое касается в первую очередь работы с детьми. И из него выросло вот это психологическое направление про отношения, про внимание к себе, по вниманию к своим чувствам, про возможность говорить о своих травмах. Или, скажем так, семейные всякие такие штуки интересные. Они разные, там существуют разные основы методологии, но это тоже очень интересные такие игры, которые были всегда востребованы, потому что, что бы мы ни делали, в любом возрасте у нас есть отношения, у нас есть люди, у нас есть контакты и так далее. Следующая часть, это та часть, в которой мы сейчас в каком-то виде находимся, это бизнес-игры. Это игры, которые помогают расширять пространство понимания или возможности на тему, а куда можно было бы двигаться. Ну, потому что для кого-то бизнес это деньги, для кого-то это клиенты, для кого-то это аренда, для кого-то это, не знаю, там сотрудники и так далее. И вот представьте себе, что вот пришли люди, для которых понятия бизнес про разные. И вот они собираются вместе, и если у нас пришел человек, который занимается финансами, вот, и в первую очередь для него это суммы, договоры и так далее, и встречается там в процессе игры с другим пониманием, там, про людей, про прокачку, про мотивацию, про ценности и так далее. И в этом отношении происходит расширение понимания, а что делать дальше, на что обращать внимание, выходить за пределы собственной зоны комфорта или там привычного подхода к тому, что человек делает. Вот, это бизнес-игры. И следующая часть, в общем, любопытно, непосредственно трансформационные, в которую, значит, входит одна часть эзотерических игр, ну, то есть мир можно объяснять по-разному. Можно с точки зрения экологии, можно с точки зрения, там, взрослых всяких разных историй, можно с точки зрения, там, высшего мироздания, не знаю, богов, духов, помощников и так далее, так далее. Это тоже, кстати, очень интересный вариант посмотреть всего лишь более-менее в советское время и привыкли к какому-то одному мировоззрению. Возможность посмотреть на то, как устроен мир, а что если? С другой точки зрения и посмотреть, может быть, увидеть какие-то дополнительные закономерности, обратить внимание на то, на что мы не можем обратить внимание, на слепые зоны, из того, что мы привыкли к себе и к окружающему миру, в общем, это тоже очень любопытное направление. Я не беру сейчас такие, там, сложные сегменты, типа деловые игры, оргдеятельностные, там, бизнес-симуляции и так далее, так далее. Высший пилотаж для тех, кто совсем-совсем в теме. В любом случае, все эти четыре основные направления, обучение, адаптация, отношения и мировоззрение, вот это основные части, которые, в принципе, каждому из присутствующих здесь могут быть интересны или полезны в том или ином виде. Значит, теперь про нас, про больных людей, кто-то занимается. Аплодисменты? Да, все вы рады. Аплодисменты нам. Играми, ведением игр занимается, ну, это по поводу того, что вы доиграетесь когда-нибудь у чего-нибудь интересного, вас пропрет в лучшем смысле этого слова, вы захотите нести массы, ну, люди, какую-то интересную игру, направление и так далее. Создадите новые и собственные игры, недавижим конкурентам, но, тем не менее, вы имеете на это право. Вот. История следующая. То есть, есть три вида людей, которые занимаются играми. Первая часть – это люди про удовольствие. Мне вкусно общаться, мне вкусно получать удовольствие, смотреть, как люди изменяются, что-то делают, и так далее. И, таким образом, мой основной мотив – это удовольствие. Смотрите внимательно на тех, кто вы уйдет, и всегда мы можем понять, ведущий про что. Вторая часть – это послужение. Притом, это, может быть, послужение высшоценностям, людям, человеческому прогрессу, каким-то пониманием внутреннему, внешнему и так далее. Человек, который, скажем так, силой своей жизни наполняет служение какой-то энергии. Вот есть человек, типа, не знаю, вот я сейчас буду совсем, совсем вещь, патриотизм – достойная тема. Есть люди, которые вкладывают в него больше, чем в семью. Есть люди, которые считают, что, типа, компания, бизнес и так далее – это сверхценностная. Это люди служения, в чистом виде. И это тоже интересная штука, когда человек говорит, что цель моя – просветить страждущих, жаждущих, невеждущих для того, чтобы открыть им новый мир, путь, свет и так далее. Там меньше удовольствия, мне так кажется, это мое личное мнение. Но при этом, скажем так, большая концентрация на том, вот, в принципе, коучинг, в чистом виде послужения, я помогу вам вопросами для того, чтобы вы их поняли, осознали, расширили и так далее. Ну и третья часть очень любопытная – это про торговлю. Есть люди, которые получают, ну, типа, штуку торговли. Это возможность изменить мир с помощью обмена чего-то на чего-то. Я обменяю, не знаю, там, свой опыт на ваши деньги, вы получите опыт, я получу деньги. И вроде бы, ну, вот это… Сказал Евгений Гелик, глядя на меня. Есть люди, которые занимаются иглами, потому что этим, ну, выгодно заниматься, потому что игры – интересная штука. Я приехал, я развернул, кручите пирожки. Ну, потому что они не пропадают, они не киснут. Ну, если их совсем-совсем деньги, типа, не мочить, не рожать и так далее. Я свернул, положил, уехал. То есть, высокая маржинальность и возможность положить в сторону, и с ними ничего не будет, тоже для многих являются интересной мотивацией для того, чтобы двигаться дальше. Когда я начал заниматься играми, это был 2010 год, игр было всего штучек 5 или 7. Русскоязычных было как раз штучек 5. Были игры типа Лила, Трансформация, которые пришли из других стран, и там, с древних времен и так далее. Русскоязычных как раз было не очень много. На сегодняшний день, вот, на 11 ноября 2017 года, игр больше 230. Да ладно, 300. Ну, вот, ну, совсем-совсем-совсем оригинальных и так далее. И рынок игр очень сильно, очень сильно развивается. Я думаю, что в течение ближайших 5-7 лет он будет развиваться, и в каждом городе появится собственный фестиваль, особенно в крупном, тем более. Игры займут свое такое же, там, законное свое место, как психология, коучинг, как, не знаю, тренинги. Вот. Они будут объединяться с этими всякими разными вещами, но точно развиваться будут. Потому что, одно дело, то есть представьте себе человека, перед которым кладут бумагу о технике безопасности, я не знаю, пожарной. И говорят, прочитал, прочитал, подпишись. Человек подписался. Он что-нибудь понял? Неа. В случае, если, значит, если, там, там, Всевышний нашет сильно женщин, он что-нибудь в этот момент сделает по этому пункту? Типа ходить по кругу, носить, по носить первую и так далее, и так далее. Ничего не сделает. В таком случае это нужно что? Это нужно либо учение. Ну, учение – это дорогостоящая штука. То есть мы прикрываем работу, закрываем, включаем сирену, люди начинают бегать и так далее, выводим оборотную связь в невежливой матерной форме. Вот. А теперь представим себе, что то же самое дело мы делаем во время игры. И вот, что-то об этом знаешь, что и первое действие, а вот если вот это, вот если вот это и так далее. Таким образом происходит обучение в естественной форме, без отрыва от производства, и именно поэтому игры будут очень сильно развиваться в дальнейшем. Вот. Это основные такие сведения для людей, которые хотели бы уже поиграть, но я их очень сильно отвлекаю. Вот. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я предлагаю прямо сейчас задать. Три минуты. Еще три минуты? Но вопросы можно. Три минуты? Хорошо. Три минуты, три минуты. Так, да. Хорошо, Татьяна. Татьяна. История была, как получить за время игры идеи. Вот, да, у меня. Выходи, выходи. Да. Идеи. Я был ведущим. Это была игра «Матрикс». Вопрос, повторите. Вопрос какой? Как получить за одну игру идею на 30 миллионов рублей? Это была моя игра. Я как ведущий проводил игру «Матрикс». Автор является Евгений Геля. В процессе игры сгенерирована идея, которая впоследствии компании принесла 30 миллионов рублей. Я не хотел бы вслух называть эту компанию, но она достаточно известная. Речь шла о том, что идея, она лежала на поверхности в соседнем кабинете, на полочке. И когда в процессе генерации мозгового штурма раздался, как Евгений говорит, хлопок одной ладонью. То есть «Па!» У нас идея лежит в соседнем кабинете, мы ее не используем. То есть, собственно, игры. И у игр происходит такой эффект, что у людей открывается доступ к собственным ресурсам, которые они годами хранят где-то у себя в голове на полочке. То есть у нас у всех есть те ресурсы, которые нам нужны для достижения наших целей, для достижения наших каких-то вот то, что мы хотим. И эти идеи у нас спрятаны. Мы их храним где-то там сюда, в чуланчике. Да, сейчас. Вот. И игры позволяют эти идеи достать и начать притворять их жизнь. Передаю обратно. Спасибо, Сергей. Это про твою историю. Я скажу про свою более предметную. Когда мы тестировали «Матрикс» в начале, мы там собрали кучу психологов, так получилось, как он в доступе, и к нам пришел мужчина, который занимался банковскими штуками, которые продают, в общем, завод-изготовитель дает какие-то штуки для банков. Он перечистил все, и с того, что он перечистил, мы поняли только одну дезиную вещь. Ну, в общем, штука, биометрические сейфы. Ну, сейфы. Он говорит, типа, а как это продавать? Давайте поиграем, мы на это же придумаем. И в процессе игры получилась интересная идея. То есть, типа, чаще всего эти штуки идут в банки. Пришел человек, открыл ячейку, облизнул, нажал, отбирать. А в процессе игры появилась вот такая идея. Представим себе, что человек приезжает на день или на два, ну, не знаю, там, крупный город, Келенгург, Москва, Питер и так далее. И он ходит вот с этим чемоданом, с документами, и у него есть сутки, ему, ты знаешь, там, нужно... Есть люди, которые занимаются переговорами в ресторане или в спа. Неудобно ходить с этим делом и переговариваться, либо лежать под массажистом и так далее. Поэтому просто отдать охраннику это невозможно. Ну, потому что охранник, если он знает, что это такое, какую-то небольшую сумму с этим исчезнет. Ну, вот. Значит, исходя из этого, в местах, где могут быть переговоры, а это, может быть, ночные клубы, фасалоны, рестораны и так далее, и так далее, если вы разместите вот такие ячейки с биометрическими данными, тот человек может приехать, переодеться, положить все это дело туда, закрыть на личные свои данные и соответственно идти на переговоры. Причем, в процессе, ну, мы так все-таки ему наговорили, мужчина отошел в сторону, открыл бумажку, сказал так, сколько в России городов миллионник, сколько там ресторанов, сколько там вокзалов, ну, потому что такая же вещь тоже может быть на вокзале, аэропорт и так далее. Сказал, ребята, вы мне нашли сейчас аудиторию, про которую я не думал, и назвал сумму, там была сумма немножко побольше, но по большому счету это была история про то, что никто впрямую не догадывался о том, что это можно каким-то способом продавать не только в банке, а еще вот в этой организации. Евгений, можно вопрос? Да. Если уже разработано вот большое количество игр, имеет смысл изобретать велосипед, создавать какие-то новые игры или лучше брать вот то, что создано и с этим работать? Всегда. Вопрос повторите, да, вопрос такой, если существует уже целое количество игр, стоит ли придумывать некоторые велосипеды? Я думаю, что велосипед придумают всегда стоят, потому что, ну смотрите, у нас существует вещь, как психология. В психологии школ подходов, начиная там Фрейд, Гешталь, психодрама и так далее, и они в этом отношении работают. То есть каждый из них придумывает что-то, что продвигает дальше, а так бы мы сказали, велосипед есть, у нас есть велосипед, у нас есть телега, зачем нам автомобиль? То есть, во-первых, это полезно для вашего личного прогресса, а во-вторых, там мой учитель говорил о том, что люди приходят, из 100% людей, которые приходят на игру или на тренинг, 30% приходят на вас лично, 30% приходят на тему, остальные 40% включает. Значит, то, как вы это делаете, то, как вы это дело подаете, люди приходят именно на вас. Не всегда на тему или на игру, а именно на вас. Смотрите, вот если такая вот тема, распространенная, как продажа, по ней уже много всего создали. Немного. Немного? Нет, очень мало. Имеет ли смысл создавать новую оболочку? Имеет, потому что есть такая вещь, как качество. Есть, ну смотрите, у нас есть новички, их нужно обучать, у нас есть диагностика, их нужно диагностировать, у нас есть развитие, у нас есть передача опыта, у нас есть возможность прокачивать и давать, не знаю, там, работу, с профдеформацией для людей, кто дошел до какого-то уровня и увидеть, не может продажную делать это хорошо. Есть возможность передача опыта в другие, региональные, национальные, гендерные и так далее такие-то вещи, да, ну типа, да, игра про продажи для, извиняюсь, там, женщин-мусульман, которые работают в такси, кто-то для женщин, это про другое. И вот вся эта спецификация, невозможно сделать одну универсальную игру, можно сделать вот такие-таки-таки-таки-то вещи, и это будет ваш вклад в развитие. Ну то есть, если я из союзской ниши, можно создавать другие варианты? Потому что невозможно сделать универсальную для всех, для подростков, для пенсионеров, для всяких разных вещей, и это всегда будут какие-то интересные особенности, например, здесь очень сильные речевые особенности, да, типа, я приехал из Латвии, я там говорю на русском языке, в Москве это другой русский язык, здесь это третий русский язык, и в этом отношении даже речевые особенности здесь, они могут играть роль в отношении тех людей, с которыми общаясь, как это продают. Ну, например, это будут продажи с элементами местного, не знаю, менталитета или речевых особенностей. Это уже отдельное интересное направление, которое касается вот именно этих способов продажи, которые выделывают. Так что да, делайте, дерзайте, и пусть рынок выберет лучше. Спасибо. Так, все. Ну, теперь послужим ответчик. Ответчик, приучаю. Спасибо. Спасибо. Евгений, давай...